На Берлин в этих условиях Верховный Головнокомандующий армии союзников Дуайта и Зинхауэр счел невозможным. «Верно-то, что мы захватили небольшой плацдарм за Эллбой», — отмечал он, — «но следует помнить, что на эту реку вышли только передовые наши части, наши основные силы находятся далеко позади». Стоит помнить, что Восточный фронт и в 1945 году, как и предыдущие годы, был решающим фронтом Второй мировой войны. Большая часть немецких войск воевала против Красной армии. Общее количество вооруженных сил Германии к 1 апреля 1945 года достигало 263 дивизий, 14 бригад, 82 боевых групп дивизий, остатков дивизий, остатков бригад, боевых групп, что в целом соответствовало 325 дивизиям. На Советско-Германском фронте Германия имела 167 дивизий, включая 32 танковых и 13 моторизованных, и более 60 боевых групп, остатков дивизий, остатков бригад, боевых групп, то есть в переводе на дивизии это соответствовало 195 дивизий. На Западном фронте воевало 57 немецких дивизий, включая 4 танковые и 3 моторизованные, 18 боевых групп дивизий, остатков дивизий и боевых групп. В переводе на дивизии это составляло 70 дивизий. В боевом, качественном отношении это были более слабые дивизии, чем на Восточном фронте. Ранее значительная часть дивизий, которые терпели поражение на Советско-Германском фронте, перебрасывались во Францию на восстановление. Эти соединения были укомплектованы всего на 50-60% за счет поступления последних тотальных мобилизаций, когда войска брали пожилых людей 50-60 лет и юношей 16-17 лет. Эти соединения были хуже обучены, вооружены, их боевая стойкость была меньше, чем у дивизий, бившихся на Восточном фронте. В резерве Верховного Головнокомандования Вооруженных Сил Германии оставалось около 11 дивизий. Рисунок 4. Стратегические планы германского руководства. Несмотря на очевидный проигрыш в войне, германское руководство, и прежде всего Гитлер, фанатично веривший в чудо, не хотело признавать поражение и искало вход в затягивание войны. Основные надежды возлагались на то, что в стане противников возникнут непреодолимые противоречия, и антигитлеровская коалиция распадется, тогда можно будет договориться с западными державами. Причем эти противоречия, по мнению германского руководства, должны были обостряться по мере приближения конца войны. Германское руководство рассчитывало, что удастся сберечь нацистские кадры, которые понадобятся Англии и США для нового этапа войны с Россией и СССР. Обновленный, более демократичный Третий Рейх мог стать острием борьбы с Советским Союзом. Предпосылки к такому видению ситуации были, так как у руководства Германии еще до начала Великой Отечественной войны существовали негласные договоренности с Англией о том, что британцы не будут мешать немцам сокрушить Советский Союз. Такие переговоры между Берлином и Лондоном вел Рудольф Гесс. Не зря после завершения войны его продержали в заключение до глубокой старости, а затем ликвидировали 93-летнего старика, чтобы он не сболтнул лишнего. В марте 1945 год в швейцарский Берн прибыл генерал Вольф с группой офицеров для установления связей и сепаратных переговоров с англо-американским командованием с целью капитуляции Германии перед союзниками. Со стороны союзников переговоры вел главный резидент Управления стратегических служб, будущий ЦРУ, США по Европе Аллен Далес. Переговоры продолжались около двух недель. И только благодаря мерам, которые предприняла Москва, придав огласке переговоры, план немецкого руководства удалось сорвать. Советское правительство обратилось к американскому президенту Рузвельту со специальным посланием, требуя прекратить односторонние переговоры. Рузвельт их прекратил. Еще одной задумкой нацистского руководства был лозунг «Лучше сдать Берлин союзникам, чем пустить в него русских». Однако стремительное наступление Красной Армии сорвало эти планы. Англо-американские войска просто не успели дойти до Берлина раньше советских войск. В феврале-марте 1945 год германское Верховное командование, стремясь, во что бы то ни стало затянуть войну и приостановить наступление Красная Армия организовала последнее контрнаступление в Венгрии и Восточное Померание, используя последние мощные подвижные соединения и резервы. Однако, несмотря на мощь ударов и отчаянное упорство немецких войск, включая отборные соединения СС, наступление советских войск остановить не удалось. Немецкое контрнаступление завершилось провалом и полным истощением бронетанкового кулака Третьего рейха, необходимого для обороны на берлинском направлении. Ожидая главного удара Красной Армии на берлинском направлении, германское Верховное командование сосредоточило большое количество сил и средств, необходимых для обороны берлинского столичного района. Особое внимание было уделено созданию мощной обороны по западному берегу Эр-Одер. Этот рубеж должны были защищать основные силы 9-й армии. Формируемые резервы сосредотачивали севернее Берлина. Суть стратегического плана Гитлера была проста – любой ценой сдержать наступление русских на Востоке и в это время достичь соглашения с Англией и США, избежав полной ликвидации нацистского режима. Продолжение следует.